В эфире телеканала БТБ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. За проявленные героизм и доблесть в проведении антитеррористической операции 62 офицера-выпускника Академии Сухопутных войск удостоены государственных наград. Один из них, старший лейтенант Евгений Зеленский, получил звание Героя Украины посмертно. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время визита в Академию Сухопутных войск имени Петра Сагадачинова по случаю 75-летия со дня основания заведения. Академия внесла весомый вклад в подготовку высококвалифицированных офицеров, которые сегодня делают все возможное для победы над агрессором на востоке Украины, подчеркнул глава государства. Один украинский военнослужащий погиб и 11 ранены за сутки в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом сообщил заместитель руководителя инфоцентра СНБО Владимир Полевой. По его словам, боевики продолжают вести огонь по позициям сил АТО. В частности, на Дебальцевском направлении террористы из артиллерии, минометов и гранатометов обстреляли украинских военных близняки Шина, Малоорловки, Редкодуба и Миуса. На Луганском направлении многократно из различных видов оружия открывали огонь по блокпостам украинских бойцов возле населенных пунктов Станицы Луганская, Счастье, Ольховое, Трехизбинка, Крымская, Новогригорьевка. Всего же за сутки украинские воены отбили 38 атак врага. Также террористы несколько раз пытались атаковать позиции сил АТО в терминалах Донецкого аэропорта. Все наступления отбиты. Стратегический объект по-прежнему под контролем украинских войск. Тем временем в СНБО наблюдает все больше конфликтов между различными группировками боевиков. На оккупированных боевиками и российскими войсками территориях обостряется гуманитарная ситуация. Усиливается проблема с вода, газа, электроснабжением, отоплением, медицинским, транспортным обеспечением, продовольствием, функционированием промышленного сектора и отсутствием денег у населения. Что приводит к быстрому росту протестных настроений среди местных жителей. По оперативным данным, продовольственные и другие грузы, поступающие в города, которые находятся под контролем боевиков, концентрируются на складах или разворовываются военизированными группировками. В Житомирской области сотрудники СБУ задержали двух боевиков ДНР. Злоумышленники прибыли в соседний регион из временно подконтрольной террористом территории Донецкой области. Они получили задание от лидеров ДНР организовать вербовку наемников и распространение листовок с сепаратистскими лозунгами, а также определить объекты для организации диверсий, сообщили в пресс-центре СБУ. Силовики изъяли у преступников боевую гранату, 60 патронов к автомату Калашникова, карабин и боеприпасы к нему. Полк АЗОВ уничтожил разведгруппу врага, которая действовала в окрестностях Мариуполя, сообщает пресс-центр АТО. По их данным, боевики открыли огонь из автоматов и подствольных гранатометов. Украинские военные вступили в бой и противник покинул позиции. В результате террористы понесли потери, двое погибших и один раненый. Напомню, ранее полк особого назначения АЗОВ переведен в состав Национальной гвардии Украины. Чехия планирует выделить около 150 тысяч евро для миссии ОБСЕ на востоке Украины. Об этом заявляет Министерство иностранных дел Чехии. В понедельник, 1 декабря, соответствующее решение должно утвердить правительство. Сообщается, что появились новые повышенные требования к техническому оснащению миссии и ее персоналу. Ей необходима бронетанковая техника, а также вертолет для эвакуации раненых и два полевых хирургических отделения с медицинским персоналом. Также требуются беспилотники и нужно увеличить число членов мониторинговой миссии до 500 человек, говорится в сообщении МИД. Напомню, в Украине сейчас работает 301 наблюдатель мониторинговой миссии ОБСЕ. Сумма финансовой помощи Украине от международных доноров уже превысила 49,5 миллионов долларов. Об этом говорится в докладе ООН за 28 ноября. В частности, страны-альянсы передали нашему государству около 23 миллионов долларов. Напомню, ранее они выделили для Украины 11 миллионов евро в новый фонд, который создан и управляется Европейским банком реконструкции и развития. Фонд предназначен для поддержки усилий Украины по реформированию экономики, улучшению делового климата и возвращению на путь устойчивого роста. В зоне боевых действий на востоке Украины остаются около 5 миллионов 200 тысяч человек. Об этом говорится в отчете ООН по координации гуманитарных усилий. Количество внутренне перемещенных лиц. Специалисты международной организации оценивают 490 тысяч 46 человек. Еще 545 тысяч 613 нашли приют в соседних странах. Люди с хроническими и психическими болезнями, с ограниченными возможностями старшего возраста и дети-сироты особенно нуждаются в немедленной защите, еде и заботе о здоровье. Говорят авторы отчета, отмечая, что государственные учреждения в районе конфликта и вблизи него не могут действовать полноценно. Тем временем в России запущена очередная межконтинентальная ракета «Булава». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Федерации. Стратегическая атомная подводная лодка «Александр Невский» запустила ракету из Баренцева моря. Стреляли из-под воды, а боевые блоки ракеты упали на полигон «Кура» на Камчатке. Испытательные пуски «Булавы» в этом году происходили более успешно, нежели предыдущие. Эксперты предполагают, что этим Россия хочет показать миру свою мощь. Территориальная целостность Украины должна быть защищена. Об этом заявил генсек Совета Европы Турбюрн Ягланд в ходе своего визита в Москву. После долгой речи главы российского МИДа Сергея Лаврова Ягланд дал понять, что причина его поездки – внутренняя проблема России. Тем не менее, глава Совета Европы высказал мнение о том, что Украина – независимое государство, со своей внутренней политикой, и вмешиваться в ее дела, нарушая суверенитет и целостность – неприемлемо. Я приехал сюда говорить не об Украине. Однако я считаю важным сказать, что позиция Совета Европы является четкой. Территориальная целостность страны должна быть защищена. Прошло 25 лет со времени падения Берлинской стены. И сейчас не лучшее время отстраивать новый барьер в Европе. Мы должны этого избежать. Россия принуждает крымских татар к депортации. Об этом сообщает Мустафа Джамилев. Власти федерации рассылают призывные повестки в российскую армию. За отказ крымчан ждет уголовное преследование. Поэтому они вынуждены покидать территорию полуострова. Кроме того, по словам Джамилева, татары и далее будут вступать в добровольческие батальоны или нацгвардию и будут защищать территориальную целостность Украины, несмотря на преследование их родственников в аннексированном Крыму. По мнению Джамилева, ожидается новая волна переселенцев из полуострова. По его подсчетам, уже выехали около 18 тысяч человек, более половины из которых крымские татары. Боевики на Донбассе угрожают экономической безопасности Европы. Об этом заявил премьер-министр Чехии Богуслав Саботко. Газопроводы, по которым российское голубое топливо поступает через Украину в Европу, частично проходят по территории, которая сейчас занята боевиками. По мнению главы чешского правительства, на этих территориях могут происходить кражи газа, предназначенного для ЕС. Это угрожает энергобезопасности Европы. Политик отметил, что сейчас крайне необходимо обеспечить возможность Центральной Европе пережить перебои в поставках топлива из России. Для этого нужно в кратчайшие сроки завершить строительство газопроводов, соединяющих Центральную и Восточную Европу с Польшей. ЕС ввел в действие санкции против 13 представителей самопровозглашенных республик на Донбассе и 5 организаций, которых в Евросоюзе считают виновными в действиях, нарушающих территориальную целостность Украины. Их перечень опубликован в официальном журнале ЕС. Санкции предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза, а также замораживание банковских активов. Напомню, общее число лиц, против которых применили ограничения, теперь составит 132 человека и 28 организаций. Мнение о присутствии российских войск в Украине разделяют все 28 стран-членов НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Цитирую. «Нам говорили сначала, что в Крыму нет российских военных. Со временем Россия признала, что они на полуострове все-таки были. Потом нам начали говорить, что на востоке Украины нет российских солдат. Но по нашим разведданным они там есть», заявил Столтенберг. По его словам, НАТО получает такую информацию от журналистов, которые работают в регионе, и от представителей ОБСЕ. Наблюдатели, которые работают как на границе, так и в регионе, сообщают о перемещении войск, оборудования, танков. У нас есть информация, что там есть системы ПВО. Откуда, кроме как из России, они могут получить такую военную технику? Если мы резюмируем данные, которые получаем от разведслужб, от СМИ, данные о захоронении российских солдат, которые погибли в Украине, вот, собственно, все вместе позволяет нам думать, что в Украине есть российские войска. И мнение это разделяю не только я, но и 28 членов Альянса. Украина и Тунис отменят визы для дипломатических паспортов. Такое соглашение подписал глава украинского МИД Павел Климкин с тунисским коллегой. Об этом в своем твиттере написал директор Департамента Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц. Также сообщается, что Тунис отменит визы и для украинских туристов. Напомню, наша страна надеется на восстановление сотрудничества с Тунисом в политической, торгово-экономической и научно-образовательной сферах. В завершении выпуска финансовая информация. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok